доброе утро друзья ужина конечно не утро уже добрый день можно сказать я наконец-то наконец-то отлучил булочку от поросят и поросят тоже соединил немножечко немножечко они начали драться и свинки начали драться и поросята получили все метлой по мордасам это мои волшебной и немножечко успокоились ну как бы без драк никуда но они должны понять что ну зачем драться если так все нормально вот так тут еще не по убирал в этом загончик и хотел вам заснять как они тут немножечко не не поделят загончик но что хочу сказать эти пять поросят свое это не отдают свое место в уголку вот они хоть начинают драться но при этом все равно те туда разбегаются а те туда хоть я их там и метлой немножко погонял чтоб не дрались но немножко ведут себя недоброжелательно но это нормально у них как бы нет такого добрососедского отношения они у них работает естественный отбор вот эти инстинкты что типа к нам не лезть мы вас не знаем вот так когда пересадил их сюда когда они сидели отдельно мне что-то казались вот эти поросятки прям какими-то плохими ну ну как хуже чем те сейчас не могу сказать что они хуже единственно могу сказать что те граммулечку толще но то что они остались без свиноматки за несколько подрались немножко он даже сзадины есть сбоку вот видите такое покровило ну по-другому никак они один день подерутся эти царапины за несколько дней заживут вот так ну вроде уже вроде уже не ругаются что булочка тебя побила да побила тебя булочка а ты ее целуешь что ли или шерстку с нее выдергиваешь короче непонятно ну вот так если вот не через несколько дней из-за того что молока нету они немножечко в объеме ну сбросят это нормально как бы от этого никуда не деться ну и будут для это свои это свои уже непонятно с кем надо драться да ну вот так мне мне легче когда и свинки в одном загоне то есть один загончик до чистить и поросята в одном загоне то есть из-за того что я их соединил в кучу теперь у меня свободный загончик вот здесь я сейчас чистил только что у перепелов клетки и сам себе думаю что же сюда посадить чтобы не пустовал загончик цыплят цыплят сюда не буду нести манюсеньких я их там всех как бы размещу и точно так же и уток уток ни в коем случае сюда будет такое болото тут и так в помещении жарко а еще если будет влажно то просто будет нечем дышать поэтому я думаю но это так мысли вслух если получится найти где-нибудь такого подрощенного бролерка может на рынок съезжу взять десяточек бролеров этот загончик и тихо ля ля подошел туда и сразу драться а ну не драться ну и будет мне мясо вы сейчас скажете индюшатина есть друзья какого мяса только нету но брали рякинка это другой вид мясо это тоже вкусно бролера мне нравится запечь в духовке было прям круто вот сколько раз запекали мясо нежная мягкая вообще красота поэтому как бы семья семья большая кушать надо и кушать надо разнообразно загончик пустует если я десяток сюда посажу то будет я думаю что нормальненько да ну вот так что не будете мириться дружить нет валенки вот такие еще мне тут валенки да вот тут все нормально еще это прикрутил видно сетку сюда мне с каждым днем все больше и больше сюда лезет этих цыплят оттуда ну их уже нельзя назвать цыплятами они уже достаточно большие но еще недостаточно быть тихо недостаточно большие чтобы их выпустить во двор поэтому прикрутил сюда так как окно отсюда вытянул прикрутился до сетку чтобы они не лезли туда курам потому что посмотрите дулькины дулькины детки вот уже три петуха и три курицы курочки уже совсем скоро начнут нестись вот они настолько подросли даже четыре раз два три четыре и вот раз два три петуха так смешно одни в мамку покрупнее одни папку помельче да ну вот так пуховая курочка которая вам говорил вот пуховая курочка галашейная она еще чуточку подрастет и я ее туда в семью отправлю ну вот так есть немножко тут черных есть из больших вот один два три вот этот какой-то чаморожный ну как бы вырастет вырастет не вырастет не вырастет ладно и вон четвертый это же визуально петухи не то вроде курочка а это петух это петух это петух это петух а это маленькая не ничего на него никаких планов не строим поэтому непонятненько сейчас еще нужно повыгребать вот этот весь двор это тоже делается ну как бы регулярно но не не очень часто вычищал когда приезжала съемка вот прям в то утро повыгребал все вот сколько за сколько неделя прошла может больше когда это было я не помню ну вот загадили сколько за это время нужно повычищать ну а пепка вы ее только в новостях и увидели да я ее не показываю она вот здесь живет то у них пепульчика полстушка она вот прям вот здесь возле возле ворот то есть ну возле калитки и лежит как будто подглядывает сюда ждет чтобы есть что-то далее или не далее она вот тут знаете мне так нет не выходи мне так понравилось когда вы написали я сказал живет тут под орехом ну вот это орех дерево а вы мне написали там кто-то в комментариях написал ну естественно где же ей еще жить если она ореховая королева нет не выходи не выходи вон лезет это и когда съемка была она туда сразу прямиком как бы а я ешь немного даю кушать она прямиком туда гуся к зерну не лезь не отодвинешь а так вот у нее кормушка и туда насыпаю дозировано насыпаю она вот такая хоро ну подвинь я не сдвинешь ну подвинься ох ты ругаешься к такая поджарая девка но не худая хорошенькая пока не ясно погуляла она или нет ждем три недели и будет что-то а так если не погуляла то получается что мне вообще осталось сейчас одна свинка супер осна и это нытья а так вот ты завалилась а так если погуляла то уже 2 и п пульчика да вот так хорошая толстушка так что мы такие дела то там подчистил то там пока знаете 99 клеток перепелиных сразу почистить при том что так получилось что аж 3 дня не чистил они прям полная и это это заняло времени так почти час 9 клеток но если выбирать каждый день как положено как положено то это занимает 15 минуточек до мамзелька ну что ну что девчушечка сразу весь сбросила до поросятки ну относительно нормально ничего не меняется тут точно так же все относительно хорошо нужно посмотреть мне кажется им уже месяц да она 4 на когда она просилась но она в конце месяца или да и нет наверно в первых числах нужно посмотреть абсолютно не помню когда когда она поросилась по умничка на эту сторону легла так даже лучше да мамульчика вы мне пишите что вам больше всего нравятся ролики как я ну не то что помогаю а просто как участвую вместе с вами в кормлении поросяточек и давайте сейчас попросим нашим 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 попросим ее покормить ложись мамочка ложись деточки поедят ты вот как раз на эту сторону где это где они могут хотя визуально посмотрите что молоко до сих пор есть во всех сосках то есть поросятки уже насколько подросли по времени да а молоко есть и в тех сосках которые с этой стороны давай давай выворачивай потому что когда она ложится на ту сторону они сосут те соски я про вот этих четверых больших а когда ложится на эту сторону то они сосут эти соски и получается что вот эти четыре поросенка сосут по два соска а те три поросенка всего сосут два соска на троих представьте какой ужас но когда она ложится на эту сторону то те маленькие поросятки сосут не два соска на троих а четыре а это уже а это уже по повеселее да нет 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 они уже постарше я им уже мешаю пока они были маленькие они реагировали на то что я сюда подхожу поспокойней а сейчас вот видите как вот этот поросенчик когда она на этой стороне у него получается отдельный свой сосок как будто с разных семей поросята да эти четыре надо же еще как-то аккуратно примаститься чтобы их не спугнуть эти как получается что есть вероятность что они все-таки дадут дойдут им в их пустые головы что одному поросенку нижний сосок а второму верхний а этот соседний и у каждого хоть и будут они пустые но будут свои а эти же видите по два лень глянь сейчас и нижний и верхний конечно эти четыре бутуза будут вообще красоту ныда но для глян вот такие дела только тот нижний только тот валенок сосет нижний ой нижний не тот который надо там же вон их два другой бери вот этот вот это еще мне безмозлое существо не поросеночек там же такие два соска она безмозлое не поймет какой ему надо сосать но эти не выглядят прям страшно да только вот этот нельзя шевельнуться нельзя а Я не могу на этого посмотреть, он щелкнутый. Но что-то едят, да? Вроде о, пустила, пустила. Пустила молочко, пустила. О! О! Это нечасто у меня встречалось, чтобы я уловил, как пупырка кормит поросят, честно. Видите, верхний, нижний, верхний, нижний валенки. Кажется, наелся, да? Возможно, что-то еще и будет с него. Прям то ли все-таки они разобрались с вот этими задними сосками, то ли из-за того, что пупырочка кушать начала хорошо. Может, из-за того, что молока могло добавиться, да? Короче, непонятно. Но на сегодняшний день не так прямо они ужасно и выглядят. А вы переживали возможно больше, чем я. Что мне пришлось вам объяснять, что и как. Но думаю, что у нее маленький объем поросят остался. Конечно, если бы их было 13, как она привела. Ну, 13 она бы не выкормила, у нее 11 сосков. Но с возрастом у нее сможет ну, как бы получится кормить больше объем поросят. Ну, как бы и поросята разные по-другому может мыслить будет. Но то, что у нее их 7 штук, это на самом деле ей не сложно. Вот так. ну, а так психобармотиков, которые будут некондиционные в месяц или подарком, или себе оставлять как бы вот так. да, толстушечка. Ты одна с поросятами в пузике, да, или еще пуп это, или еще пепка все-таки суп поросна. Непонятненько. Непонятненько сардельки развалились. Ну, вот так. Ну, и тут все нормально. Не знаю, что за тех двух поросят, как, ну, что о них думать. Они мелкие очень, но они растут. И вот эти худые, думаю, тоже будет все нормально, хоть они будут худые, потом откормятся. Так что все будет нормально. Да? Шо вы, драчухи? Че вы бьетесь? Че вы бьетесь? Метла вот у меня стоит, вы получите по мордасам метлой. Ну, вот такие вот дела. Видите? Эти не мерятся. Но я думаю, что это день-два и все будет нормально. А так визуально поросятки похорошели. Все, друзья, буду дальше убирать. Мне еще нужно двор повыгребать. На том дворе у свиней почистить, птицы подавать. Ну, короче, есть что делать. И вот этих самцов нужно убрать. Это лишние самцы, которые мне не нужны. Как-то так. Все, друзья, всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. А там как получится? Может, уже вечер, да? Я имею в виду, как загрузятся. Понацеплял новых липучек. Еще сейчас вот две повешу. Это так, на сдачу в магазин зашел поморожено. два мороженого дали, а в район сдачу дайте мне липучек. А мне их вроде 14 штук дали. Как-то так. Все. Всем пока-пока. Да.